Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ваших экранах новый выпуск передачи Школы Безопасности. Я и ведущий Степан Крижановский. Зима – самый опасный природный сезон для человека. Из-за воздействия низких температур длительное пребывание на открытом воздухе может нанести вред человеку. Как избежать переохлаждения и обморожения? Как помочь пострадавшему от мороза человеку? Расскажем прямо сейчас. Очень важно не допустить обморожения и переохлаждения. Если кратко, для людей, чтобы было понятно, что такое переохлаждение. Это понижение температуры тела человека, при которой его здоровью и жизнь может угрожать опасность. Симптомы различные при переохлаждении. Это как дрожь человека. Он может поменять, у него может быть психическое расстройство. Он может поменять, у него может быть дезориентация. Дрожь он свою может не контролировать. Это, соответственно, значит, у него произошло понижение температуры, и ему становится хуже, чем было до этого. Помощь здесь простая. Это помочь человеку поместить его в теплое помещение, укутать его одеялом и наблюдать за его здоровьем, и наблюдать за его температурой. При переохлаждении можно, опять же, дать ему теплое питье, сладкое питье, бульон, и вызвать скорую помощь. Переохлаждение, конечно, вещь крайне неприятная, но если вовремя оказать помощь, человека делается легким испугом или же небольшой простудой. Куда страшнее получить обморожение. В запущенных случаях это может привести к ампутации и даже смерти. При обморожении первая помощь проводится следующим образом. Между тем, у человека, который находится без варежек или открытое лицо на морозах, какие-то части тела, которые даже и закрыты, у нас может быть у людей наступить обморожение. Что такое обморожение? Это значит, когда человек перестает чувствовать те места пораженные, которые заморозились, ощущать их. У него может возникнуть покалывание, кожа может побелеть. В некоторых случаях, когда сильное обморожение, она может почернеть. И даже могут быть волдыри. Поэтому, опять же, человека надо поместить в тепло. Обмороженные участки, которые доступны, можно пролить или медленно поливать от них водой, но не горячей, тепленькой, от 35 до 40 градусов, в принципе. И, соответственно, наблюдать за ним. Ни в коем случае при обморожении, как мы любили в детстве это делать, растирать нос или руки снегом нельзя. Нельзя растирать обмороженные участки варежкой. Надо беречься, потому что, если мы будем растирать, мы будем еще больше поражать те органы, которые у нас пострадали. Самая главная защита зимой – это теплая одежда. Она должна быть свободного покроя. Желательно одеваться слоями, чтобы воздух как можно дольше сохранял тепло. А обувь – самый главный аксессуар зимнего гардероба. Важно держать ее сухой, иначе мокрые ноги очень быстро остынут. 70% тепла выходит через конечности, открытые участки тела. Не зря мама в детстве ругала вас за отсутствие шапки, шарфа и перчаток. Они гарантируют более длительное пребывание на морозе. Самое главное при длительном нахождении на морозе – это сохранение тепла. Главный народный способ, который не раз демонстрировался в фильмах – употребление алкоголя. Медицинские специалисты категорически не рекомендуют употреблять такой допинг. В принципе, тем более на морозе. И вот почему. У человека есть порог, потому что он не чувствует холода при употреблении алкоголя. Свойство организма, оно маленько притупляется. Притупляется чувство рук, ног, других частей, потому что человек увесело, и он как бы не очень обращает на свое здоровье внимание. А когда уже дело подходит к тому, что у него наступает переохлаждение или обморожение, тогда уже нужна первая помощь, нужно ее оказывать. И поэтому не рекомендуется употреблять алкоголь зимой. Дышать ртом на морозе тоже не рекомендуется. Тем более курить – велик шанс простудить легкие. Санитарные маски на морозе лучше снимать. Они намокают, и защитные свойства от вирусов снижаются. После длительного пребывания на морозе желательно выпить горячие жидкости. Лучше всего обычного чаю с лимоном. Тогда тело быстро восстановит тепло. Какая зима нас ожидает в следующем году, пока неизвестно, но надеемся, что наши советы помогут вам избежать неприятностей. Не забывайте шапку, перчатки. Старайтесь ограничить себя от длительного пребывания на морозе. Берегите себя и будьте осторожны. До новых встреч! Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова